Ай, как Миша мне машину моет! Не, ну я, конечно, могу, но я не уверена, что у меня получится. Не, ну правда, он там есть хочет. Сматываем все, пока они припахали. Какой холодный ветер! Блин, а я в одной туники иду. А потом удивляемся, почему у нас сын молчит весь в папу. Так. Ну что, смотрите на моих курешечек. Это вот им месяц. Вот такие вот они уже большие. Месяц с небольшим. 25 апреля им будет 35 дней. Да. Скоро мы вас уже будем кушать. Представляете, птички? А это для сравнения сидит мой мега-подарок. Который, кстати, нифига не съел. То, что Саша ему насыпал. А все рассыпал. Ты чего? Саша ему воды налил. Насыпал корма. А он все высыпал на поддон. Я бы все-таки поставила ему кормушку. Мне кажется, он из нее все-таки ест. Пойду найду Сашу. Придется, наверное, все-таки под петуху пролезать. Дырку, потому что он пытается из кормушки поесть. Но не может протиснуться через маленькие дырдочки. Пойду скажу Саше. А все, что он ставит в клетку, он переворачивает. Ой, мальчики машинку моют. Смотрите. Ай, как Миша мне машину моет. Ай, ты мой сладкий. Какой ты сейчас будешь мокрый. Помощник. Короче, я иду к тебе сказать про петуха. Он перевернул нафиг корм, который ты ему в клетку поставил. Я ему поставил. Он не перевернул. Он перевернул. Он половину сожрал, половину выбросал. А потом чашку перевернул. Короче, он пытается из кормушки есть, но он не достает. Давай ему одну дырку сделаем. А? Хорошо. Одну посерединке. Она не помешает. Сделаем? Не, не. Ты сам сделаешь? Нет, тебя хорошо. Не, ну я, конечно, могу. Но я не уверена, что у меня получится. Не, ну правда. Он там есть хочет. Он правда? Он с утра чашку сожрал. Он не сожрал. Она вся внизу. Не вся, на половине. Но он есть хочет. Он просит. Сейчас. Вы смотрите, какой у меня мужчина маленький растет. Помощник. Я думаю, что годам к семи у него это пройдет. О! Грязи сколько, да? Мой давай, мой. Ой, молодец. Какой Миша умница. Ты грязьку три вот здесь вот. Три где грязька? Три. А папа? Да, папа потом обольет машину и все смоет. Ой, молодец. И цветок, смотрите, держит. Да, грязная. Правда? Надо мыть. Вот такая вот грязная машина. Сейчас Миша там всю грязь размазывает. В общем, ладно, пошла я к остальным птичкам. Но ты не забудь про петуха, ладно? Ладно? Ладно, ладно? По-моему, ты это, меня игнорируешь, а? А? Ну, давай пока, я пойду. Не, я раздетая для такого занятия. Ладно, я пошла. Сматываемся, пока не припахали. О, какой холодный ветер, блин, а я в одной туники иду. А-а-а-а-а. Я мерзну. Мозгов-то нет. А нет, штаны. Надо же быстренько, быстренько, а потом кому-нибудь забежать, еще чего-нибудь. В общем, побежали к перепелушечкам. Покажу вам цыпляток, которым фиг знает сколько. Какое у нас сегодня число? 22-ое. Значит, им сегодня 16 дней. В общем, есть у меня 30 с лишним дней, есть у меня 16 дней. Сейчас покажу вам 16-дневных. О, как меня перепелочки так встречают. Во. Смотрите, вот у меня три клеточки осталось. Последних, которых мы съедаем, и потом будет перерыв. Я устала. Вот, видите, брудеры стоят пустые. Вот они, 16-дневные мои товарищи, которые сожрали уже повечтивее всю порцию корма, утром насыпатую. Ну, вы жрать, товарищи. Смотрите, какие большие. Давайте с ними поближе познакомимся. На, память хоть останется. О! Привет! Ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Их я уже сегодня с утра покормила. Сейчас буду с перепелушками разбираться только. Привет! О, конечка. Вот такие вот у нас. 19 штук, один погиб. Взял просто вот и погиб. Разранец такой. Все. Итак, я собрала яйца. Смотрите, капец. Одно неверное движение, яйца упадут. Думаете, все собрала? А вот и нет. Вон, видите, да? Две полки из трех собрала, а еще три полки осталось. В общем, выхожу из перепелятника, не дышу и иду до дома быстрее. Привет! Диза пришла со школы. Она остается с Мишей. Там еще бабушка, правда, у нас. Миша мультики смотрит. Строй пока сама. Мишка, привет! Ну, а мы отправляемся на отправочку. Я все упаковала, все подписала. Теперь осталось только отвезти. Так. А, я падаю. Я падаю, я падаю. Да, я вот так вот утеплилась. Ветер жуткий на улице. Я решила, что лучше я буду в куртке. Лаки, ешь давай. Ешь. Покажу вам собачек. Перед уходом. Да! Ты что делаешь? Нельзя. Пусть попрыгунят с приказа, а. Смотрите, что творит. Иди ешь. Лаки, ешь. Лаки, ешь. Ешь. Пошли. Ешь. Кормлю собак кашей, мясом. Джина! Ну-ка, отошла. Отошла. Лаки, ешь. Лаки, ешь. Джина! Вот что за собака-то, а? Не дает есть... Лаки, ешь давай. Я сейчас уйду. Иди ешь. Иди ешь. Она все мясо сейчас повытаскивает. Давай ешь. Давай, давай, ешь, моя хорошая. Кушай. Джинка! Ох, уши накручу тебе. Не дает, короче, Лаки, она ешь. Все, иди, иди. Иди, я пошла. Это капец. Вот она, я. Надеюсь, что меня видно. Да, в общем... Ах, куда это я улетела? В общем, Джинка, хоть является собакой более мелкой, но она более активная. И все время строит нашу полуовчарку. Так, а вон Саша... О, сейчас покажу вам, как мальчики помыли машину. И-ть! А-а-а-а! Саш, ну ты хоть улыбнись. Привет скажи. Безмолвно. А потом удивляемся, почему у нас сына молчит. Весь папу. А, папа. Короче, опять стало как-то холодно. Что, сегодня опять закрывать будет? Ну вообще на сегодня такой же прогноз, как и на вчера, Саш. И заморозок на сегодня тоже обещают. Или ночью побежал. Я не помню, рассказывала я ей или нет. Саша ночью бегал, виноград укрывал. Потому что вчера меня не стал слушать. Я говорю, укрой. Лучше укрой. Смотри, как холодно. Дождя нет, но и солнца нет. И все 16 градусов. А ощущение, что вообще холодно-холодно. Между нами и Крымском диктуют жалкие 9 километров. Но, блин, чтобы их преодолеть, теперь надо очень много времени. Потому что все же машины едут в объезд из-за этого моста. Кстати, мост... Ты в курсе, да? Там положили по среднюю эту штуку. Я снимала. Это было, наверное, где-то неделю-две назад. Так что, может быть, когда-нибудь мы по-человечески сможем проезжать через город. Хотя, я думаю, что по привычке все будут ехать здесь. Ага. Вообще, капец, короче. Вот такая вот у нас погодка. Густые серо... Свинцовые тучи. Вот. Ну, не свинцовые уж. Такие серые облака. Вроде облака не тучи, а серые. Сибирь чем-то там. Там все лет такое может быть. Ну, да. Я надеюсь, что он к нам в Сибирь не переехал сюда жить. И не будет такого у нас лета, как в Сибири. А то уже что-то не верится, что вообще будет тепло когда-нибудь. А, вон, из-за чего мы все тормозим. Сейчас я вам покажу. Он ограждение моет. Вот эта вот оранжевая машина едет и моет ограждение. Я, честно, первый раз вижу мойщика ограждения. У него там сбоку штучка такая, блин, не засниму. И он обтирает ограждение. И все его оближают. Ой. Не знаю, видно было или нет. Потом на монтаже посмотрю. Пускай на улице нет солнышка, но я все равно лопаю мороженое. Как тебе, не холодно? Да не очень. Не очень? В машине нормально, да? А еще я купила кучу чупа-чупсов. Сейчас покажу. Причем не только себе, но и Лизе с Мишей. Целую. Выглядит, слушай, прям как какое-то основательное, что ли. На камере. Как будто я вообще закупилась на год вперед. На самом деле там не так уж и много чупа-чупсов. Но дети, думаю, будут рады. Сейчас едем до Евросети. Узнавать, сколько там стоит телефон. А потом домой. Надеюсь, там бабушка не устала за Мишей приглядывать одним глазом. Да? Ну что, у нас уже наступила ночь. Почти все легли спать. Поэтому я тоже с вами прощаюсь. Спокойной ночи. Все буду ложиться спать. И до встречи в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видеоролика. Ну а мы увидимся с вами уже завтра в новом блоге. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok